Здравствуйте! Всем-всем приветик! Вы на канале Валентины Ройс. Дорогие мои, я хочу поделиться с вами очень таким вот советиком, опытом, который я провела на себе. Вы знаете, у меня на балконе растут и базилик, и лук, и там, ну, петрушка, укроп всегда плохо растут на балконе, они тоненькие получаются. А вот мята, базилик, лук очень-очень хорошо. Вот обратите внимание, это у меня, знаете что? Это мята у меня, которая называется мелиса. Ну, она очень полезная, очень такая вот, ее можно и в чай, ее можно засушивать, вот. И она очень красивая. Вот на балконе прекрасно растет. Как я вот эту мяту вчера я выкопала в огороде, вот, взяла горшочек один, вот смотрите, вот один горшочек такой, вот видите, с дырочками, вот такие, что мы покупаем всегда, там, оленку, и там, клубнику с дырками такой, вот, пластмассовый судочек такой. Вставила туда эту мою рассаду и засыпала землей. А здесь вот поставила тоже от мороженого, я поставила вот такой без дырочек судочек, чтобы водичка стекала. И вот я вчера посадила, и он, видите, как хорошо у меня принялся. И будет расти у меня эта мята все время. Я буду обрывать листочки, которые мне нужны, вот. А остальные будут вверх идти. Поверьте мне, что мята будет очень хорошо расти на балконе, на лоджии и даже на окне, там, на кухне или где-то. А это у меня мята перечная. Эта мята, я ее посадила из семян. Перечная мята отличается от мелисы тем, что она холодная. Вот помните, раньше были конфеты мятные, делали из перечной холодной мяты, делали таблетки от кашля пиктусин, поэтому перечная мята, она очень полезна. От кашля, ну, посмотрите в интернете, от чего она очень-очень-очень-очень полезная. Вот. Теперь я мяту поливаю каждый день. Тоже я ее посадила сюда вот в горшочек любой, какой был у меня горшочек. И поставили сюда, конечно, тарелочку, чтобы сливалась вода. Поливаю я мяту каждый день. Просто буквально каждый день. Она любит водичку. Так, дорогие мои, если у вас нету вот такой мяты в огороде и выкопать неоткуда, значит, я вам расскажу, как нужно садить мяту. Вот на примере этой перечной мяты. Вы берете любую землю. Вот у меня это огородная земля. Берете землю, вот, можете с песочка, можете землю, которая в магазине продается. Взяли в горшочек, насыпали. Потом семена мяты, они очень-очень мелкие. И знаете, что мята очень тяжело сходит. Поэтому мы берем мяту, сеем семена сверху и просто ладошкой, пальчиком или там какой-то ложечкой придавливаем эти семена. Присыпать землей не нужно. Просто потом взять пульверизатор и пульверизатором побрызгать. Вот таким образом, если вы посадите, у вас она быстро выйдет, эта мята. Потом ставим, на сильный солнцепек сейчас не ставить. Сейчас такая жарюка. Ну, такое на балконе ищите место, чтобы и солнышко было, и чтобы так вот не сильно солнце пекло. Вот, и у вас будет такая мята. Видите, она разрастается. Эта мята у меня, она такая высокенькая уже была. Я ее наклонила. То есть, смотрите, вот у меня, видите, вот, я хочу, потому, почему? Потому что мята, она всегда размножается, вот, ползучая такая, корнями размножается. Когда у вас выйдет мята, вы можете ее взять и вот так наклонить, как я наклонила. И образуются там корешки. И у вас будет тогда уже целый кустик очень вкусненькой мяты. Так что, вот такой советик. Вот так я хотела поделиться с вами. Вот, у кого нет огорода, у кого нет дачи, на своем балконе, на лоджии всегда можно сделать себе вкусный огородик. Во-первых, она очень приятно пахнет, мята. Вот, и полезна очень. И вам всегда там и в мясо положить, и в чай, ну, куда кому нужно. Вот, и особенно очень полезна эта мята. Все, дорогие мои, на этом я буду с вами прощаться. Всем доброго здоровья, всего самого доброго, всего самого-самого хорошего. До свидания. Садите такую мяту, и у вас будет так же, как у меня, расти круглый год. До свидания.